Здравствуйте, с вами Марина Рыкальна и порция практических советов. Присоединяйтесь! Сегодня мы поговорим о простых правилах. Их стоит придерживаться, если вы планируете получить со своего участка экологически чистый урожай. На данный момент дачники высаживают большое количество рассады, а ей нужно обеспечить грамотный и качественный рацион. Очень часто происходит такая ситуация. У рассады листья бледнеют, прожилки остаются зеленые, потом появляются какие-то пятнышки или краешек листочка становится коричневым. Вы понимаете, что вашей рассаде не хватает питания. Вы даете усиленную порцию, а ситуация только усугубляется. Рассада просто не может усвоить предоставленное питание. И чаще всего блокировка элементов питания происходит из-за погрешности с грунтом. Ну, например, он сильно кислый или, напротив, щелочной. Решить проблему усваиваемости элементов питания довольно просто. Нам понадобится универсальное живое удобрение комплекс БТУ. В этой волшебной бутылочке находится бактерия Bacillus subtilis. Она помогает бороться с патогенной микрофлорой. А еще здесь находятся азотофиксирующие и фосфор-калий-мобилизирующие бактерии. Приготовим из них рабочий раствор. На 10 литров воды нужно 30 мл удобрения. Рабочий раствор готов. Отправляемся в теплицу. Небольшое количество рабочего раствора наших бактерий вносим в прикорневую зону любой рассады без исключения. Вопрос первый. Для чего нам нужны эти бактерии? Азотофиксирующие бактерии при внесении в почву при хороших условиях начинают быстро размножаться. Азот они будут улавливать прямо из атмосферы и доставлять нашей рассаде. А фосфор-калий-мобилизирующие бактерии переведут фосфор и калий, которые есть в почве, в удобо варимую форму. То есть бактерии за вас накормят ваши растения. Причем естественным способом. И не понадобятся никакие минеральные удобрения. Бактериям для жизни и размножения нужны хорошие условия. Это тепло, влага и наличие питания. Поэтому после того, как я внесла бактерии, почву желательно мульчировать. Использовать вы для этого можете сорняки со своего участка. И вопрос второй. Как часто нужно давать растениям такой коктейль из бактерий? Азотофиксирующие и фосфор-калий-мобилизирующие бактерии можно сразу внести после высадки рассады. А потом еще пару раз за сезон. Если у вас хорошие условия, как я говорила, есть тепло, влага, то бактерии будут размножаться. Бактерии внесли, почву замульчировали. Третий этап – это полив. Чтобы бактерии продвинулись немного дальше, где находится корневая система. И начали там свою работу. В любом деле важен комплексный подход. С корешками мы разобрались. Теперь будем разбираться с вершками. Самый частый вопрос, который задают дачники в сезон – что делать у нас фитофтора? Если у вас фитофтора, вы уже практически ничего не сделаете. Делать нужно сейчас, когда вы высадили рассаду. Делать нужно профилактику заболевания, чтобы ее просто не допустить. И сделать это очень просто. К нам на помощь опять приходят бактерии. В этой бутылочке находится бактерия бацилла субцеллис. Встряхиваем и готовим рабочий раствор. Разводить бактерии нужно в обесхлоренной воде при комнатной температуре. Переливаем в опрыскиватель. И возвращаемся в теплицу. Давать бактерии я буду по листу. И здесь есть еще одно правило. Делать это нужно, когда солнышко садится. Действие микробиологического препарата очень простое. Полезные бактерии своей численностью постепенно потесняют патогены. Как часто им пользоваться? Минимум 2 раза в месяц. Но я предпочитаю давать бактерии своим растениям один раз в 10 дней. Причем я чередую смачивание почвы. Через 10 дней смачиваю листья. Удобрения, которые я сегодня использую для своей рассады, конечно же, подходят не только для огурчиков и томатов. Они подходят для всех растений на вашем участке. Без исключения. Вы можете сразу заправить 10-литровый автоматический опрыскиватель такими бактериями. И вечером каждые 10 дней гулять по своему саду. Это и есть залог здоровья ваших растений. Бутылочки я вскрыла. Туда попал воздух. Бактерии ни в коем случае не должны выйти из состояния покоя. Поэтому вскрытые бутылочки я в обязательном порядке храню на нижней полке холодильника. Также удобрения можно хранить в подвале, в погребе или в затененном прохладном месте. Если по каким-то причинам у вас на даче вдруг нет холодильника, то рекомендую вам приобрести вот такие небольшие упаковки. Их хватает как раз на один раз, чтобы обработать весь участок. Сегодня я вам рассказала самые основные правила, которых стоит придерживаться, чтобы правильно использовать эти удобрения. Если вы хотите знать больше, подписывайтесь на страничку «Экодачник» в инстаграм. С заботой о вашей семье и нашей земле! Микробиологические удобрения комплекс БТО от OrganicLine спрашивайте в магазинах вашего города.